Поговорить, почему в Америке тяжело жить, чего не договаривают эмигранты и о чем врут блогеры. Готовы узнать всю правду? Тогда погнали! Итак, начнем. В Америке тяжело жить, потому что вас задушат налоги. Все почему-то обычно наслышаны о каких-то сумасшедших процентах, там 70% от зарплаты. Все, они продохнут. Ты приедешь сюда, начнешь зарабатывать свои несчастные 4 тысячи долларов в месяц, из них прям большую часть налоги отдашь. Ребята, я вам скажу, что это неправда. Если вы в Америке зарабатываете немного, то вы будете платить мало налогов. Если вы зарабатываете много, вы прям олигарх, то да, вы заплатите по полной программе. Здесь идет прогрессивная налоговая ставка. То есть человек, который зарабатывает мало, он и заплатит мало. А в некоторых случаях, если он зарабатывает совсем минимальную зарплату, которая в каждом штате определяется, да, то тогда он может еще получить налоговый возврат. Есть люди, которых освобождают от налогов. Более того, на налоговую ставку очень влияет, женаты вы или нет. То есть одинокие, например, мужчина или одинокая женщина, будут платить налогов больше, чем та же мужчина или женщина, которые состоят в браке. Если у этой семьи в браке есть дети, то за каждого ребенка, соответственно, будет идти и еще снижение налоговой ставки на несколько процентов. У меня на канале было отдельное видео про зарплаты и налоги в США. Сколько вы будете получать, сколько из этого налогов будете платить. Если вам интересно, досмотрите это видео, потом пройдите по ссылочке в описании и посмотрите то видео, сможете вот это вот впечатление сложить о том, как работает налоговая система в США. Ну и самое главное, на мой взгляд, почему вот всем кажется, что здесь налоги душат, а вот у нас нет, потому что налоги, которые вы платите, например, в России, вычитает ваш работодатель. Вы эти деньги даже не видели, поэтому вам кажется, что еще я там заплатил НДС в магазине и еще что-то. На самом деле, вот эта вот сумма, которая уплачивает работодателя, она может варьироваться от 43 до 46 процентов. Вот прямо сейчас вспомните, какая у вас зарплата, плюсаните к ней вот эти проценты и поймите, сколько бы вы получали. Поэтому здесь человек садится каждый год, высчитывает свои траты, свои налоги и понимает, сколько он платит. И часто очень люди делятся этой информацией, да, озвучивают, сколько в каждом штате они платят. А у нас все платит работодатель. Ну, если вы не юрлицо, не ИП, да, когда вы это все сами делаете. В Америке тяжело жить, потому что не знаешь языка. И поверьте мне, друзья, большинство мигрантов никогда вам не скажут, насколько им хреново было с их уровнем английского языка. Потому что это, на самом деле, в первое время действительно сложно. Ты приезжаешь вот с этим вот набором этих британских фраз, которые мы учили по учебникам, начинаешь их здесь применять. Американцы говорят совершенно по-другому. Это реально стресс. А помимо стресса языкового, у тебя еще здесь надо найти апартаменты, решить что-то с документами. И, конечно же, таких людей берут на низкоплачиваемые работы. И потом начинаются жалобы. Вот Америка принимает мигрантов. Вот мы только здесь полы моем, мы никому не нужны. Ну, ребята, научите язык, пожалуйста, потом закончите курсы, подтвердите свой диплом вашей страны, работайте на хорошей работе. Вам что, кто-то это запретил делать? Так вперед, мне кажется, вы просто сами себя ограничили незнанием английского языка, возможности получить хорошее рабочее место. В Америке тяжело жить, потому что здесь другой менталитет. Скажу я вам так, менталитет американский очень похож с нашим. Вот правда. Может быть, это произошло отчасти, потому что все мы в 90-е, в 2000-е смотрели и продолжаем смотреть американские фильмы, их культуру, юмор. Мы его воспринимаем, он как-то уже интегрировался в нашу жизнь, так же, как какая-то часть русской культуры уже интегрировалась в американскую жизнь и стала частью их культуры. То есть мир такой становится, знаете, мультикультурным, я бы сказала. Есть, конечно, какие-то особенности относительно праздников, либо какие-то распорядки там на рабочем месте, в школах у детей. Многие мигранты признаются, что у нас с американцами вот общего там, не знаю, в мировосприятии, в юморе больше, чем с теми же немцами, либо французами. Поэтому я бы не сказала, что в Америке тяжело жить, потому что менталитет отличается. Нет. Мигранты, которые приезжают, испытывают какую проблему? Это языковые барьеры, о которых мы уже говорили сами, да? И первое время это какая-то некая изоляция, потому что ты только приехал, у тебя нет еще друзей, коллеги только появляются, если ты вышел на работу. Тебе еще не с кем дружить, общаться каждый день. То, к чему ты привык в своей родной стране. По наблюдению мигрантов здесь ребята говорят, что где-то 6 месяцев, этот период, за который у тебя появится, сложится круг общения, появятся знакомые, друзья, и ты можешь, пожалуйста, утолить свою жажду общения, завести друзей, ходить вместе на барбекю. В Америке тяжело жить, потому что дорогая медицина. И это я тоже это утверждение слышу постоянно. Медицина реально дорогая, ребята. И здесь УЗИ может стоить 250 долларов. И, конечно, можно сказать, что болеть в Америке дорого, потому что лечение в больнице тоже встанет в копеечку. Но, друзья, за наличные здесь никто вот так не лечится. У людей есть страховка. В страховку будет включены и лечение, и лекарства, и нахождение в больнице. У каждой страховой компании, естественно, свой план. Где-то есть такая история, когда тебе нужно сходить к врачу, часть покрывает, например, медицинские услуги, страховка, а часть тебе нужно доплатить. Вот, например, идешь к терапевту, твоя страховка покрывает прием, но тебе нужно доплатить там 20 долларов. На самом деле это сделано для того, чтобы ты по каждому чиху не ходил, как, знаете, вот у нас принято. Пойду что-то в поликлинику проверюсь, да, но особенно у людей пожилого возраста здесь такого нет. Люди ходят, вот если что-то болит, вот прямо идут к врачу, пожалуйста, идут. Какой очевидный минус я нашла здесь, в медицине, так это, когда тебе нужно записаться к узкому специалисту, не знаю, нужно сходить к гастроэнтерологу. У тебя смотрят, говорят, о, запись только через месяц, а у тебя сейчас болит. Ну, то есть ты либо, и это по страховке, да? И то есть, чтобы к нему попасть, нужно либо сейчас пойти за наличные, отдать там 200 долларов за прием, либо по страховке, ну, пожалуйста, жди месяц-полтора. Конечно, что если ситуация прям вот экстренная, здесь есть emergency, то есть скорая помощь, если скрутила так же вот, что прям ух, идете, пожалуйста, в скорую помощь, там вам оказывают помощь и все как бы могут разрешить. Я вот тут совсем недавно видела, как один американский блогер горделиво рассказывал, что он вот всей семьей обманул систему, не платит ежемесячно страховку, а платит только, когда нужно. То есть пошел к терапевту, отдал там 200-100 долларов, а вот не надо каждый месяц там на семью 500 долларов платить и зарплаты, как он молодец. Это адский рискованный план, и призывать людей делать так же я бы не советовала. Почему? Потому что, вот, предположим, случилась, не дай бог какая-то авария, либо вы сломали ногу, приходите к врачу, рентген, скорая помощь, там, не знаю, какие-то медикаменты, вам могут насчитать 10 тысяч долларов. Поэтому находиться без страховки в Америке я крайне не рекомендую, более того, даже в туристическом статусе. То есть, если даже вы туристом приезжаете, лучше купите заранее какой-то страховой план, чтобы там на эти две недели, на месяц страховка была, вы были уверены, что вам окажут медицинскую помощь, если это будет необходимо. Но если она вам не понадобится, ну, радуйтесь, лучше быть здоровым, конечно же. В Америке тяжело жить, потому что надо пахать. Ну, ребят, где деньги достаются легко? Давайте порассуждаем. Ну, нигде. Что они, в Москве, что ли, в Новосибирске, где-нибудь в Астане, они легко достаются, да? Да нет, конечно. В Америке почасовая оплата труда. То есть, сколько ты поработал, столько ты и заработал. И поэтому люди стараются максимально быть эффективными, вот прям в каждую минуту своего времени, потому что натурально время, деньги у них. В наших же странах, как принято, у тебя есть оклад. Ты пришел на работу, думаешь, что утром поделать, посижу-ка я в контакте, пойду-ка я на обед. И вот эта вот привычка быть неэффективным, например. И вот с такой привычкой те люди, которые приезжают здесь и думают, что им здесь этот оклад положат, и они просто за это время будут кофе пить, да, в социальных сетях сидеть, они жестко обламываются, потому что здесь надо работать. Я работаю в киносфере, да? У нас на съемочной площадке нельзя вытаскивать мобильный телефон и пытаться, там, не знаю, там, в инстаграмчик зайти, потому что за это могут оштрафовать. Поэтому да, если вы были неэффективным, то в Америке вам будет тяжело работать, да, в Америке придется пахать. Итак, друзья, следующее утверждение. В Америке тяжело жить, потому что кругом одни запреты и стукачи. Давайте разбираться. В Америке, как и в любой стране, есть запреты. И это, понимаете, да, да, правила в обществе. Часть из них регулируется законом, часть какие-то негласные запреты в обществе. Что такое стукачество в США? Вообще, как оно зародилось? Почему они так делают? Например, там, сосед громко включил музыку или стопает, стучит. Не принято постучаться к нему и сказать, «Хей, ты можешь сделать музыку потише, что-то вот ты меня достал?» А если не выключишь, я сейчас тебе тут прям, не знаю, в лоб съезжу. Здесь вот на такое, на вас вызовут полицию, даже если вы будете правым. Здесь принято решать все через третью сторону. То есть, обязательно между вами кто-то должен быть. То есть, вы сообщаете, не знаю, если что-то где-то не работает, управляющий дома, она выясняет там с жильцом. Если вас что-то не устраивает, там, не знаю, кто-то поцарапал вашу машину или делает это при вас, пожалуйста, вызывайте полицию, полиция решает с ним. Долго можно обсуждать, какие они стукачи, слабаки, там, что-то они не могут. Я бы не стала утверждать, что они слабаки. Просто это такой закон в обществе. Вот, знаете, особенность есть. И ты ее либо принимаешь, либо не принимаешь. Ну, как бы, вот, мне кажется, на этом этот вопрос можно закрыть. Сколько мне вопросов пришло от подписчиков реально. А что, правда, в Америке запрещено стиральную машинку устанавливать? И вопрос номер два. А неужели, правда, в Америке нельзя разбивать огороды? Ребята, в Америке не запрещены стиральные машинки. Их нет запрета, их устанавливать. Просто в чем история? Большинство, вот, в том же Лос-Анджелесе, большая часть жилья – это аренда. Вот вы, представляете, приходите к арендодателю, говорите, я хочу поставить машинку, мне надо врезать в стенку, в вашу, там, трубу, вот здесь вот поставить, хочу сюда дверки повесить. В Америке не принято устанавливать стиральные машинки на кухнях и в санузлах. То есть, ну, понимаете, да? Для того, чтобы поставить стиралку в Америке, вам нужно определенную такую коморку выделить, то есть, как типа кладовочки. В эту кладовку надо подвести канализацию, надо подвести трубу, то есть, это прям целый процесс. Какое есть решение в сложившейся ситуации? Есть в Америке, на сайтах можно купить portable, да, washer, portable dryer, то есть, можно купить вот эту вот мобильную стиральную машинку, которую ты можешь перевозить с собой из квартиры в квартиру. Либо, пожалуйста, приходите, арендовывайте жилье сразу со стиралкой. Кто вас в этом ограничивает? Никто. Это только вопрос экономии. Если хотите максимально дешевое жилье, да, там будет общая стиралка. Если хотите чуть доплатить, пожалуйста, там будет стиралка, которую вы захотите, вот, она будет в вашей квартире. А если вы купите дом в Америке, то хоть пять стиралок себе поставьте, вам никто это запретить не может. А также, друзья, напомню вам, что у меня есть группа в Телеграме, если вы хотите переехать в Лос-Анджелес и ищите квартиру, либо дом, то заходите, там есть очень много разных вариантов. Ребята, я напоминаю, что в наличии есть вот такая вот ванн-бедрум-квартира с полностью новой техникой, реновированной кухней, с камином, достаточно просторной спальней, ковровым покрытием, смотрите, да. А также второй выход на балкон есть. Полностью реновированная ванная, множество систем для хранения. Если вам понравилась эта квартира, напишите, пожалуйста, по телефону, который указан в описании к этому видео. В США запрещены огороды. Ребята, ну это же неправда. Ну вы серьезно думаете, что здесь запрещены огороды? В США так любят садоводство, люди так любят вот реально сажать вот это все. А информация появилась откуда? Несколько демократов, представителей, да, демократической партии, выдвинули биль, в котором говорилось, что давайте мы с вами ограничим продажу овощей и фруктов частными людьми, а пусть это будут делать только агрохолдинги. Ну то есть, да, как вот у нас бабушка ведро собрала, яблоки пошла продавать. Они хотели поручить это либо агрохолдингу, либо вот этот фермер, который хочет продавать, должен был получить лицензию фермера. Вот об этом шла речь. О том, что ты не имеешь права огород в своем доме разбить и сам выращивать это есть, такого не было. Поэтому все те блогеры, кто настругал вот эти вот ролики, вам реально просто дизреспект, потому что, ну, так нельзя вводить людей в заблуждение. Еще один немаловажный аспект. Я видела кучу таких публикаций, где люди пишут, что уехал обратно там в Россию, в Украину, после там пяти лет в Америке, минусы, плюсы. И когда ты начинаешь читать историю этого человека, смотреть, выясняется, что просто этот человек не нашел способа здесь остаться. И это самая главная причина, по которой многие потом уезжают и вот какие-то гадости пишут, говорят, снимают про США, про конкретно американцев, которые на то время, когда они здесь жили, их дружелюбно приютили, да, и относились к ним хорошо. Они потом уезжают обратно, обиженные, потому что не смогли придумать, какую тип визу им сделать, не выиграли грин-карту, ничего у них, то есть они не зацепились. И вот эта вот обиды, просто она вот в груди комом у них застряла, они уезжают, и вот оттуда издалека кричат, эээ, там все плохо. Ну что, друзья, если это видео было для вас интересным и полезным, и вы добрый человек, поставьте, пожалуйста, лайк. Если вы злой человек, поставьте дизлайк. Не забывайте подписываться на канал и заглядывать в мой инстаграм на LeFernication. Ну и увидимся с вами, друзья, в новых видео. Bye, guys!